Муравленковский проект «Серебряный локон» воспользовался поддержкой Фонда президентских грантов. Инициатива Городского совета ветеранов стала одним из трёх ямальских проектов, получивших в этом году грант-президент России. Сегодня во время пандемии старшее поколение вынуждено большую часть времени проводить дома на самоизоляции. Отсутствие необходимой жизненной активности негативно сказывается на и так не совсем крепком здоровье. Исправить ситуацию решили в Городском совете ветеранов. Наш Городской совет ветеранов решил обратиться к президенту нашей страны и попросить в него поддержки для пожилых людей с тем, чтобы как-то улучшить и активизировать их жизнь, активную жизнь в этот сложный период. Проект Городского совета ветеранов Муравленко «Серебряный локон» получил поддержку и средств Фонда президентских грантов. Более 400 тысяч рублей было направлено на организацию проведения спортивных мероприятий для муравленковцев в возрасте 60+. Средства были потрачены на оплату услуг врача-консультанта, тренера, хормейстера, а также на изготовление двух буклетов, двух видов буклетов и сувенирной продукции. Буклеты под названием «Азбука здоровья и безопасности пожилого человека» наполнены фотографиями из жизни активных пенсионеров Муравленко и полезными рекомендациями. Как вести здоровый образ жизни, как обезопасить себя на улице, в квартире, в доме. Я думаю, что книга насыщена не только текстовым наполнением, но и фотографиями из жизни спортивных людей нашего города, которым 60+. В рамках проекта «Серебряный локон» проводятся занятия в спортивных секциях и кружках. Танцы, хоровое пение, настольный теннис, дартс, пилатес, лечебная физкультура с элементами дыхательной гимнастики, занятия на тренажерах, скандинавская ходьба. Рамзия Хакимова из числа самых активных пенсионеров. Педагог со стажем вот уже пять лет находится на заслуженном отдыхе. Говорит, скучала дома, пока не нашла занятия не только по душе, но и с пользой для здоровья. Трижды в неделю она охотно посещает тренировки для пожилых людей. Я пошла в форму, потому что я пока сидела дома, я поправилась, ну и чувствовала себя всегда не очень хорошо. Вялость какая-то была сидеть, прихожу, и у меня какое-то здоровье прибавилось точно. В Муравленко с населением в возрасте 60+, работают инструкторы по спорту Вера Халевчук и Нина Шевкунова. Шесть дней в неделю они проводят занятия на базе спорткомплекса «Ямал» и спортшколы Муравленко. Стороны ладонями вниз, ноги на стульчик, кладем ноги вправо, голова влево, вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Мы занимаемся танцевальной аэробикой, очень активно зомба, очень женщины любят. Также тренажерный зал, силовая нагрузка для нас тоже полезна в этом возрасте. И бассейн, конечно же, здоровительное плавание. Разнообразную программу старшее поколение осваивать с большим энтузиазмом. И пусть не все получается сразу, но общее улучшение самочувствия – лучшая награда. Немало на занятиях, вопреки и мужчин, предпочтение представителей сильного пола дают плаванию и теннису. Пока мы занимаемся гимнастикой с женщинами, они у нас играют в теннис активно. То есть у нас спартаки одновид настольный теннис, и женщины тоже очень любят играть. Я сама тоже еще работаю тренером по настольному теннису, поэтому я вовлекаю их в этот процесс. В этом году некоммерческие организации подали на конкурс президентских грантов рекордное количество заявок – более 12 тысяч. В число победителей вошли свыше двух тысяч НКО из 81 региона страны. Уже объявлен прием заявок на следующий год. Мы не собираемся останавливаться. Если все будет хорошо, мы постараемся продлить еще нашу работу в будущем году. Будем просить финансовой поддержки с тем, чтобы новое пополнение, которое приходит каждый год в нашу пенсионную семью, тоже имело возможность вести здоровый, активный образ жизни. Ирина Бугрим, Юлия Сидорюк, Петр Князев. Новости Муравленко. Новости Муравленко.